Почему начал вести виде дневника? Вы знаете, в первый день, как только я привился, разместил фотографию о том, что я сделал прививку на своей страничке в Facebook и пошел очень большой масса различных вопросов, как я себя чувствую, а не опасно ли это. И те люди, которые интересовались, почему я сделал, как я сделал, я понимал, что очень много остается вопросов и опасений этих людей. Поэтому в последующем, согласно тех вопросов, которые были, я понял, что надо вести дневник для того, чтобы люди, на моем примере, наверное, видели меня периодически и понимали, что со мной либо что-то происходит, я не собирался этого скрывать, либо ничего не происходит. Главной целью было у меня именно тот посыл, чтобы люди понимали, что прививаться это, во-первых, необходимо, жизненно необходимо, а во-вторых, это абсолютно не опасно. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня ровно 48 часов от момента прививки от коронавирусной инфекции. Чувствую себя великолепно, настроение хорошее. Сегодня третье сутки от момента прививки. Самочувствие у меня прекрасное, настроение потрясающее. Пять дней испытаний прошли очень быстро. Организм на выходных испытывал различными способами и сладким, и вкусным. Была баня, баня была великолепная. Больше четырех часов с медом, с липовым, с чаем великолепным, поэтому все ему нипочем. Самочувствие великолепное, чувствую себя очень хорошо. Со следующей недели буду подключать еще и занятия спортом. Седьмые сутки прошли достаточно интенсивно. Вчера была маленькая физическая нагрузка в виде двух с половиной километров пробежки. Сегодня был интенсивный спорт, занимался бадминтоном на протяжении полутора часов нон-стоп. Самочувствие великолепное, бодрое, полон сил. Подходит девятый день к концу после моей вакцинации от коронавирусной инфекции. Подходит очередная рабочая неделя к концу. Самочувствие прекрасное, настроение хорошее, никаких изменений со стороны своего организма я так и не наблюдаю. Живу полноценной жизнью. Сегодня и сейчас готовлюсь к концу рабочего дня заняться общественно-политической деятельностью. Пойду на встречу со своими единомышленниками, делегатами от города Минска на 6-й Белорусское народное собрание. Для того, чтобы еще раз встретиться, пообщаться. Сегодня оказывается уже 15-й день после того, как я сделал прививку от коронавирусной инфекции. Самочувствие у меня очень хорошее. Никаких побочных эффектов нет. Настроение потрясающее. Поэтому ждем второй части прививки. И потом уже будем смотреть, как нарастает темпераменте тела. Сегодня у меня заключительный этап. Вторая часть прививки. Говорят, что она должна была быть более болезненной. Но я скажу точно так же, как и в первый раз. Но скептики меня предупредили. Почему первая прошла безболезненно для организма? Потому что это была первая часть вакцины. Все начнется со второй серии. Поэтому там какие-то побочные эффекты, какие-то другие явления. Не знаю, что там будет. Лапа ломать, просто плава отваливаться. Поэтому посмотрим. Я опять же буду выставлять свои ощущения на страничке в Фейсбуке. Чтобы каждый мог понять, какие-то изменения на самом деле существуют. Ну, я имею в виду побочные явления. Либо какие-то осложнения. Для того, чтобы люди понимали, насколько это безопасно. И приняли для себя решение все-таки прививаться.